Казанский университет подготовил заявление о ситуации на Донбассе. Пожалуйста, будьте на постоянной связи со студентами. Пожалуйста, всех заведующих кафедр преподавателей попросите максимально тактично, максимально внимательно отнестись ко всем просьбам студентов, не отмахиваясь, не свысока. Иностранные студенты Казанского университета рассказали об обстановке на Украине. Ну, не особо бы хотелось это все вспоминать. Очень часто помню выстрелы, отчетливо, как все стреляло, как ворвили. Надеюсь, скоро это все закончится. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Ася Ашихмина. В преддверии Международного женского дня президент Республики Татарстан Рустам Мениханов вручил государственные награды Республике Татарстан работницам сферы информатизации и связи. Благодарный за плодотворный труд и вклад в реализацию концепции информатизации образования получила заместитель директора по развитию Института информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета Ирина Максимова. Ученый совет Казанского федерального университета принял ряд мер в связи с ситуацией на Донбассе и подготовил официальное заявление от имени ВУЗа. Подробности далее. Повестка внепланового собрания ученого совета стала ответом на военную спецоперацию, развернувшуюся на Украине 24 февраля. Следуя примеру ВУЗов по всей стране, руководство Казанского федерального университета подготовило официальное заявление, отражающее позицию высшего учебного заведения. Мы должны очень четко дать ответ, дать сигнал и нашим преподавателям, и студентам, которые сегодня кто-то по незнанию подписывают различные документы. Да, они имеют на это полное право как граждане Российской Федерации, но при этом они не имеют права подписываться как сотрудник Казанского федерального университета или студент Казанского федерального университета. Ряд мер, принятых во время встречи, будет направлен на поддержку студентов Казанского федерального университета. Кураторам групп с 1 марта повысят выплаты до 2,5, 3 и 5 тысяч рублей, а студентам, временно приостановившим обучение в связи с осложнившейся политической обстановкой, предоставят возможность закрыть академическую задолженность. Есть предложение ученым советам принять такое же решение, как мы принимали во время ковидной инфекции, распространение первой, что дать возможность, там формулировки соответствующие были, чтобы нам не сильно нарушать федеральный закон об образовании, дать возможность студентам, иностранцам еще раз пройти аттестацию, с тем, чтобы мы могли их на законных основаниях оставить, и проживать в общежитиях, и продолжать образовательный процесс. Временно исполняющий обязанности ректора Дмитрий Таюрский выразил беспокойство в отношении студентов, ставших распространителями провокационной информации. Он также призвал преподавателей провести с обучающимся ознакомительные беседы и напомнил об ответственности за участие в несанкционированных митингах и пикетах. Все сейчас находятся в очень тяжелом психологическом состоянии. Оно и так тяжело, еще наложилось на двухгодичный психоз по поводу ковида. Поэтому, пожалуйста, будьте на постоянной связи со студентами. Пожалуйста, всех заведующих кафедр преподавателей попросите максимально тактично, максимально внимательно отнестись ко всем просьбам студентов, не отмахиваясь, не свысока, потому что сейчас любой даже окрик со стороны преподавателя может совершенно неадекватно быть воспринят. Пожалуйста, такт, внимание, профессионализм. Вот что от нас сегодня требуется. Напомним, что граждане России, обучающиеся в зарубежных вузах и столкнувшиеся с ущемлением своих прав, могут приехать в Россию и продолжить обучение в ведущих университетах страны. Информация о горячей линии в Казанском университете доступна на сайте вуза. Ариадна Кугушева, Евгений Алмазов, Фарид Захитаглы, Универньюз. В императорском зале Казанского федерального университета объявили имена победителей республиканского конкурса «Женщина года, мужчина года, женский взгляд». Более подробные о мероприятии расскажем в сюжете, который выйдет 8 марта. Желаю всем женщинам и университета, прежде всего, и всем женщинам города Казани. Поскольку я являюсь еще и депутатом Казанской городской думы, конечно же, я желаю всем здоровья, я желаю им любви. С началом военной спецоперации на Украине отношения между гражданами стран стали неоднозначными. Даже внутри страны мнения разнятся от поддержки до критики. Мы узнали про обстановку за границей от студентки первого курса Казанского федерального университета. Привыкли просыпаться со звуками взрывов. Так описывает в свои дни жительца Донбасса Карина Левус, студентка-первокурсница юридического факультета Казанского федерального университета. Мне особо бы хотелось это все вспоминать. Очень часто помню выстрелы отчетливо, как все стреляло, мобили. Надеюсь, скоро это все закончится. В Казань Карина, как и многие, отправлялась за образование. Как она сама вспоминает, жители Донбасса делятся на два лагеря. Одни уезжают, считая, что перспектив не так уж и много, а другие наоборот, стоят до конца за свою родину. Вот и ее мама поначалу скептически отнеслась к идее дочери уехать. Мои родители так еще и продолжают жить на Донбассе. Они считают, что это их родина. Конечно, уехать оттуда бы хотелось, так как ничего там, никакой перспективы там толком нет. Очень мало университетов, очень мало школ. Мама очень против того, чтобы уезжать, так как это для нее родина. Там все мои родственники, все близкие, друзья. Чтобы поддержать иностранных студентов, Казанский федеральный университет устроил встречу, куда могли прийти иностранцы, чтобы обсудить и решить наболевшие вопросы. На встречу каждое подразделение университета делегировало своего представителя, представителя студактива иностранных студентов. Поэтому наша задача в университете сейчас обеспечить первое, что максимальное соблюдение всех необходимых требований по обеспечению учебного процесса, качество, качество образования не должно ни в коем случае пострадать. И вы получите все, что было обещано, когда вы поступали. Да, вы поступали, вы будете учиться. Была затронута финансовая тема, общение с родными и близкими. Также Дмитрий Таюзский пообещал, что сложная обстановка в стране никак не отразится на образовании. Алина Красильникова, Кристина Колсанова, Фарид Захит Аглы. Универ Ньюз. Студент Казанского федерального университета Никита Козырев стал призером Всероссийского конкурса курсовых работ и проектов. Исследование проведено на лабораторной базе научного центра мирового уровня. Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты под руководством Михаила Варфоломеева и Валерии Милютиной. Весна всегда ассоциируется с рассветом и просветлением. Первый месяц весны зарекомендовал себя как хороший старт для просвещения молодых ученых. Что нам ждать от модернизированного будущего и как совместить науку и религию, расскажем далее. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Репещущие душу вопросы в частности подробно говорили о религии и проблемах сохранения культурного наследия в цифровом обществе. Цена цифровизации зачастую как раз связана с утерией многообразного, мозаичного, исторического, культурного прошлого тех народов, тех этносов, которые вступают в процесс цифровизации. Вот как найти тот баланс, чтобы сохранить традиционное, наработанное тысячелетиями, культурное, историческое начало в жизни общества с его движением по пути цифровизации, технологизации. Религии, наука долгое время считались двумя полярными сторонами одной медали. Однако человечество смогло доказать, что это не взаимоисключающие термины, а совместимые друг в друге понятия. На этом все. В студии была Ася Ашихмина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!